В прямом эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Игорь Буренко. Здравствуйте! Сегодняшний день по всей Украине официально объявлен Днем памяти Героев Небесной Сотни. Ровно год назад события на Майдане ужаснули всю Украину. Во время столкновений на площади независимости погибло около сотни человек. Большая часть из этих людей была убита выстрелами в шею и в грудь. Снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, так и не нашли. Вспоминали Небесную Сотню и в Одессе. Сегодня возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко пришли около 300 человек. Мероприятие проходило память о Небесной Сотнике. Сегодня мы здесь собрались, чтобы почтить их память. Людям надоело отношение правительства с самим себе и просто люди решили высказать свое мнение. Получилось вот так вот. Слишком буквально и слишком с плохими последствиями. Ну и стоит отметить, что сегодня у памятника Дюку пройдет Народная Веча, на котором почтут память Небесной Сотни. Начало в 6 часов вечера. Взрывчатки в подозрительной коробке, найденной возле банка в Одессе, не оказалось. Внутри находились детские кроссовки. После сообщения о неизвестном предмете на место прибыли специалисты взрывотехники. С ними дебютировал новый робот-сапер. С его помощью коробку сняли с банкомата и на безопасном расстоянии подорвали ее малым зарядом. В случае выявления подобных фактов, одесситов просят звонить на горячую линию милиции. Номера телефонов вы видите на экране. Коллектив Одесского цирка выступил против назначения нового директора. Евгения Гайдамаку сегодня пытались представить гостей из Киева. Для этого они специально приехали из Министерства культуры. Но коллектив цирка нового руководителя даже не пустил в здание. Почему, знает Ольга Голодова. В Одесском цирке поменялось руководство. Назначение якобы произошло еще 11 февраля. Но уже больше недели новый директор не может приступить к выполнению своих обязанностей. С 11 февраля до сих пор меня не допускают на работу. Причина банальная. Бывший директор считает, что его незаконно уволили. И скорее всего будет судиться с Министерством культуры. Прежний директор Геннадий Ветроумов. Он проработал в цирке 10 лет. И считает, что его незаконно лишили должности. Ведь приказ об увольнении пришел электронным факсом, когда мужчина находился на больничном. Я уже полторы недели работаю после получения этого факса. Подписываю платежки, они проходят через банк. Не пытаются в нагло втолкнуть приказ от 5 февраля в моем увольнении. Сегодня в цирк приехали представители Министерства культуры. Поэтому коллектив собрался обсудить наболевший вопрос и с ними. Но без нового директора. Его на заседание работники учреждения не пустили. Коллектив цирка поставил до этого. Пока мы не получим ответы от министерских работников на наши вопросы, мы Гайномаку не будем рассматривать. Сотрудники цирка считают, что новый директор не справится с новой должностью, так как никогда не работал в такой сфере. Я от имени одесситов говорю. Хотим, чтобы этим цирком продолжал руководить одессит. Они киевлянием. Он никогда не руководил коллективами. Он никогда не был на госслужбе. Он частный человек. Он частный предприниматель. Работники Министерства культуры, несмотря на мнение коллектива, свое решение все же огласили. В Министерстве культуры объяснили, почему директором назначили именно Гайдамаку. Ссылаются на его большой организаторский опыт. Работники цирка с таким решением не согласны. В Минкультуры пообещали рассмотреть ходатайство коллектива и учесть их мнение. Ситуация остается нерешенной. Цирк продолжает работать. Сегодня из Одесского штаба Совета общественной безопасности в Мариуполь отправили внедорожник и легковой автомобиль для транспортировки раненых. Машины уехали на помощь батальону «Азов». Одесские активисты приобрели транспорт на средства меценатов. Юлия Федорова расскажет подробнее. Этот военно-полевой медицинский автомобиль «Вездеход» стоит 20 тысяч евро. Его пригнали из Польши. Машина предназначена для эвакуации раненых и оказания первой помощи в бездорожье. Теперь ею будет пользоваться медицинская служба дивизиона. В основном штатно используются либо гражданские скорые помощи, которые не могут погрязи, сейчас там все раскисло, под Мариуполем разбито танками, гусеницами. У них проходимость у гражданских автомобилей низкая. Для полка специального назначения «Азов», где служат добровольцами 10 одесситов, такой внедорожник станет спасением. Эта машина незаменима для бойцов на передовой линии. Санитарная машина может понадобиться в любой момент, потому что идет контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли. Нас уже накрывали несколько раз. И, слава богу, обошлось без раненых. А если появятся раненые, то машина станет очень нагоден. Еще один подарок батальону от одесситов – пассажирский автомобиль «Мини-Вэн Крайслер». Он предназначен для транспортировки личного состава бойцов. Машина имеет две раздвижные двери-купе. Отсюда можно вести огонь с обеих сторон. Вот так вот открывается, и огонь ведется прямо отсюда. То есть очень удобно. И та дверь открывается на две стороны. Это очень здорово. Прямо на ходу можно вести огонь. Техника уже отправилась на восток. Следующим конвоем в Мариуполь уедут пять мотоциклов, оснащенных мобильными минометными расчетами. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Одесские адвокаты, судьи и другие представители юриспруденции организовали комитет по семейному и гражданскому праву. Так они объединились для единой трактовки нововведений законодательства Украины. На заседаниях комитета планируют обсуждать наиболее актуальные вопросы, которые волнуют граждан. На повестку дня первого собрания поставили кредитование. Подробности у Татьяны Милинко. В этом зале собрались сильнейшие юристы Одесской области. В легкой и непринужденной обстановке они планируют обсудить нововведения в законодательстве. Это первое заседание комитета по семейному и гражданскому праву. Идею его создания предложили в Совете адвокатов Одесской области. Мы это сделали для того, чтобы привлечь не только адвокатов к работе в узкопрофессиональном кругу, а мы считаем, что такой комитет – это удачная площадка для общения всех профессионалов. То есть и адвокатов, и судей, и правоприменителей. Потому что то, что можно обсудить в таком кругу свободного общения профессионалов, не всегда возможно обсудить в рамках судебного процесса. Юристы должны общаться и разбираться немножко в обстановке, изменить немножко положение. Сначала понимать, что фактически происходит, а потом к этому, что происходит фактически, выстроить свой план и отработать, отрегулировать право. После принятия закона об адвокатуре и адвокатской деятельности изменилась система самоуправления. Проблем об условленных времени множество. И не мудрено, что юристы трактуют закон каждый по-своему. Встречи комитета будут проходить один раз в два месяца. Мы хотели бы рассматривать самые актуальные и сложные вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане и юридические лица. Сегодня тема нашего заседания будет посвящена кредитным правоотношениям. Я думаю, что нет необходимости говорить об актуальности этой темы. Приглашены адвокаты, приглашены практикующие юристы, а также судьи. Кредитование, в частности, долларовое – это сложный механизм, требующий особого внимания. Чтобы он заработал и не играл лишь в одни ворота, необходимо задействовать всех трех участников процесса – должника, банк и государство. Надо решить эту проблему в пользу одних, в пользу других и найти какой-то грамотный механизм, где государство частично помогает, потому что, безусловно, оно создало проблему, связанную с тем, что гривна обвалилась. А с другой стороны, наверное, надо решить проблему с тем, чтобы помочь этим людям, но и банк должен тоже пострадать чуть-чуть. Потому что в банке есть профессиональные управляющие, они лучше знают, что надо было давать кредиты валютные или не надо было. Обсуждение длилось несколько часов. Его результаты теперь будут реализовывать сообща на практике. Принять участие в дальнейших собраниях можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте Совета адвокатов Одесской области. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Санаторий Одессы принимают на реабилитацию пострадавших в зоне АТО совершенно бесплатно. Солдаты проходят физпроцедуры, обращаются с психологами и занимаются лечебной физкультурой. Курс восстановления зависит от тяжести ранения и может длиться до 40 дней. Ребята шутят, ребята держатся. Но на самом деле никто не отменял у них головные боли, никто не отменял бессонницу, никто не отменял флешбеки, когда накатывают яркие воспоминания прожитых тяжелых событий, когда погибали их товарищи на глазах в страшных условиях. Наша задача за тот период, который они находятся у нас, поставить их на ноги, поработать с их мыслями, с их сознанием, для того, чтобы они полноценными людьми явились в семьи, в социальную среду. Волонтеры также оказывают медико-психологическую помощь раненым. По их словам, в Украине система реабилитации пока не налажена. В Одессе появилась уникальная лаборатория для диагностики рака шейки матки. Она начала свою работу в клинике медицинского университета. Современная аппаратура позволяет со стопроцентной точностью выявить заболевание уже на начальной стадии. Больше о новых медицинских разработках знает Наталья Костенко. Лаборант Ольга показывает нам автостенер – аппарат, который окрашивает образцы специальными реагентами. Это первый шаг к выявлению рака шейки матки. Вот представлены есть штатив, в который может помещаться 48 стекол. Машина автоматически запускается, окрашивает 18 этапов окраски. Далее лаборант достает эти стекла, подтягой покрывает их и дальше уже передает врачу для работы. За высокоточными микроскопами работают опытные врачи-цитоморфологи. Рядом молодые специалисты, которые позже будут проводить исследования самостоятельно. Медики рады тому, что новая лаборатория позволяет сделать анализ практически со стопроцентной точностью. А еще… Эта методика окраски позволяет свести к минимуму субъективность оценки цитологам состояния поражения шейки матки и состояния тяжести. К появлению такого медицинского оборудования в Одессе в клинике приурочили всеукраинскую конференцию по проблеме ранней диагностики и лечения рака шейки матки. На нее съехалось более 200 ведущих специалистов со всей страны. Основная задача мероприятия – подробное информирование врачей о возможностях лаборатории. Это единственная в Одессе, пожалуй, на юге Украины подобная лаборатория. Представлена знаменитым ПАП-тестом жидкостной цитологии. И может выполнять иммуногистохиевические, молекулярно-генетические обследования шейки матки. Ежегодно в Украине рак шейки матки диагностируется у более чем 5000 женщин. Онкогинекологи напоминают, чтобы сберечь свое здоровье и жизнь, женщина должна проходить обследование на выявление этого заболевания ежегодно. Наталья Костенко, Валентин Мирза, 7 канал. Более 10 тысяч абонентов одесского интернет-провайдера и оператора кабельного вещания Норма Плюс остались без интернета. Возмущенные одесситы устроили пикет возле офиса компании. Больше знает наш корреспондент. На поселке Котовского около сотни абонентов интернет-сети Норма Плюс устроили пикет возле офиса этой телекоммуникационной компании. По словам представителя провайдера, 18 февраля в 10 часов утра следователи Суворовского райотдела провели обыск и незаконно изъяли оборудование. Они все изломали в двери, вырвали оборудование и увезли его в неизвестном направлении. Встречались с начальником Суворовского РОВД. Он сказал, что оборудование находится в прокуратуре. В Суворовской прокуратуре мы были. Оборудование, сказали, находится в Суворовском РОВД. То есть все друг на друга перекидывают ответственность. Где находится оборудование, мы не знаем. У сотрудников милиции своя версия. Оборудование изъято в рамках закона. Подробности дела не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Оборудование было изъято в рамках начатого уголовного производства по признакам статьи 191 Уголовного кодекса Украины присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Учредителями «Норма плюс» являются братья Мазуренко. По словам представителей предприятия, экс-нардепы якобы претендуют на технику. Отсюда и все проблемы. «Якобы Мазуренко Владимир Иванович финансировал покупку оборудования Марковой Тяны Петровной. Хотя на самом деле это не так. Оборудование принадлежит не только Марковой Тяны Петровной, оборудование принадлежит и другим частным предпринимателям. В частности мне есть оборудование, которое вывезли. Там 80% оборудования принадлежит мне, его вывезли. Все накладные квитанции на это оборудование у нас есть, но никто с этим ознакомиться не хочет». А пока конфликт решается, более 10 тысяч абонентов в сети остались без интернета. «Случилась проблема, несчастье. Отключили нам интернет. Казалось бы, сегодня в ряду этих страшных проблем, которые, так сказать, существуют в Украине, эта проблема кажется мизерной и не может быть такой мелкой. Но это на первый взгляд. В конце концов, есть рабочие моменты. Люди работают через интернет. Люди учатся через интернет. Студентов очень много. «Выключить интернет, даже таким мягким образом прийти, выломать оборудование, увезти это, лишить людей не то, что не платят, а вообще, ну, 21-й, в конце концов». «Для многих людей это кусок хлеба, это заработок. Многие сидят дома и пользуются компьютером. Поэтому, когда это все случилось, то все были, конечно, в шоке. И поэтому люди собираются и будут просить, чтобы что-то предприняли, что-то сделали для этого, чтобы эта система вновь бы заработала». Возмущенные одесситы пытаются самостоятельно решить проблему. 18 февраля они блокировали движение под Днепропетровской дороги в районе Бочарова. Тогда на место прибыли сотрудники госавтоинспекции. Но интернет так и не включили. Наталья Костенко, Ирина Стрябко, Алексей Барановский, 7 канал. Грабители орудуют на Киевской трассе. В связи с этим ГАИ обнародовала номера телефонов, по которым нужно звонить в случае нападения. Чаще всего злоумышленники разбивают стекла, режут шины и нападают на водителей. С начала года на территории Одесской области по автодороге Одесса-Киев было совершено 18 преступлений. Большинство правонарушений происходит на заправках, возле рынков и мест стихийной торговли. Особую бдительность водителям следует соблюдать рядом с селами Новогригорьевка, Старые Маяки, Краснознаменка, а также на 454-455 километрах трассы. Нападения чаще происходят с 2 часов утра до 7 утра. Весна это или нет, но в выходные одесситов ждет плюсовая температура. В субботу и воскресенье в Одессе ожидается южный ветер 9-14 метров в секунду. Утром будет туман. Как сообщает гидрометцентр, температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла, ночью от 3 градусов мороза до 2 со знаком плюс. И на этом у меня пока все. Больше информации в нашем следующем выпуске. Удачи!